Это, скорее всего, символ Советского Союза и Красной Армии. Именно Сергей Ильюшин создал самый массовый боевой самолет в мировой истории. Всем привет, с вами Ясен Зэй. Это фестиваль Круг Света. Поменял место. На этот раз это музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Кстати, музей впервые принимает участие в фестивале Круг Света. Если позапрошлым году впервые принимал участие МГУ, в прошлом году, в 2017-м, Останкино, то в 2018-м году впервые принимает участие в фестивале Круг Света, музей Великой Отечественной войны. Ну, насмешек здесь, конечно, не будет. Там все патриотично. Тематика военная. Патриотизм нашей страны, России. И песни военных лет. Скорее всего, может, я услышу священную войну. И красные фонтаны, это не просто так. Это, скорее всего, символ Советского Союза и Красной Армии. Дорогие гости фестиваля Круг Света, музей Победы рад приветствовать вас у своих стен и приглашает в любое время в спеть самый крутой и реальный универсий комплекс, посвященный в МГУ. Наши двери всегда открыты к всем, кто хочет приобщиться к месту. Даня Куг. История Москвы – это история превращения маленького городка в столицу могучей державы, в центр объединения огромной страны под покровительством святого Георгия Победоносца. В незапамятные времена именно московское княжество сплотило вокруг своего славного знамени вотчины соседних князей для отпора общему врагу. Для решительной битвы на Куликовом поле эта победа заложила основы единого российского государства. Спустя время русское царство окрепло настолько, чтобы прирасти великой рекой. Волга от истока до устья стала российской, со всем ее раздольем, крованными путями и щедрыми дарами. Русское царство стремительно превращалось в Российскую империю и осваивало новые берега – берега Балтики. На бою твердой встав в Приморье, Россия быстро стала полноправным участником европейской торговли и политики, частью мировой культуры. Так история российского государства совершила очередной судьбоносный поворот. Глядя на запад, страна продолжала расширяться и на восток. Освоение Урала, начатое еще русским царством, было продолжено Российской империей. И принесло ей не только сказочные богатства уральских недр, но и несокрушимую военную мощь благодаря знаменитым уральским оружейникам. А движение на восток продолжалось и открыло перед Россией новые горизонты, бесконечные просторы Тихого океана, новые миры Восточной Азии с ее экзотическими сокровищами и перспективами. И, конечно, Россия прирастала Сибирью. Освоение этих суровых, но прекрасных и щедрых краев шло в течение столетий, чтобы в новейшие времена дать стране неистощимые богатства сибирских недр. Нефть, газ, множество других полезных ископаемых. Основу российской индустриальной мощи. Южные пределы, давным-давно ставшие частью российского государства, подарили ему настоящую жемчужину при Черномории – Крым. Наши дни писали в сложную и славную летопись этого полуострова новую страницу. Историю возвращения, воссоединения, возрождения. Крым вернулся домой. А мы стали свидетелями небывалого проекта, имя которому – Крымский мост. Россия необъятна, бесконечно разнообразна, прекрасна и щедра. А сердце у них по-прежнему пламенное, звучное и гордое. Это Москва. Город, осененный древним и сильным образом своего покровителя. Георгия Победоносца. Георгия Победа Мури Победы забрал легендарную военную тернию. Особое внимание уделено изобретение, сыгравшим важную роль в Великой Отечественной войне. Но гениальность их создателей не ограничивается военным временем. Конструкторы Победы продолжили свои исследования, определив облик мирного времени. В историю военного авиастроения навеки вписаны имена Николая Поликарпова, Александра Яковлева, Семёна Лавочкина, Артёма Михаяна и Михаила Куревича, Павла Сухова, Андрея Туполева и Сергея Ильюшина. Именно Сергей Ильюшин создал самый массовый боевой самолёт в мировой истории. Штурмовик «Килл-2». Он предназначался для поддержки пехоты с воздуха. Мотор, топливный бак и кабина пилота – всё это конструктор поместил внутрь капсулы из брони. Он сделал её основным элементом конструкции, вместо того, чтобы просто обшивать самолёт бронёй. Благодаря этому решению штурмовик стал невероятно живучим и оправдал своё название – «Летающий танк». А с 43-го года опытно-конструкторское бюро «Ильюшина» начало разрабатывать пассажирские самолёты. Сергей Владимирович лично руководил созданием Ил-18, который стал одним из первых советских имбовинтовых лайнеров. А последний самолёт конструктора – реактивный лайнер Ил-62 – эксплуатируется по сей день. История бронетанковой техники нашей страны восходит к именам Сергея Шукалова, Жозефа Котина, Александра Морозова и, конечно же, Михаила Кошкина. Но был ли в нашем прошлом такой же гениальный автомобильный конструктор? Разумеется, был. Это Виталий Грачёв, который за свою жизнь спроектировал 88 автомобилей, как серийных, так и экспериментальных. В Музее Победы представлен сконструированный им ГАЗ-67Б. Его прозвали Иван Велец из-за сходства с американским армейским внедорожью. Однако по всем показателям русский Иван превосходил своего заокеанского товарища. Благодаря Грачёву в 60-е годы прошлого века наша страна была первой в мире по созданию автомобилей для бездорожья. А специально для поиска и эвакуации приземлившихся космонавтов Виталий Грачёв сконструировал поисково-спасательный комплекс, который используется до сих пор. Называются эти вездеходы «Синяя птица». В первой половине 20-го века, когда кораблестроение окончательно перешло из искусства в точную науку, блистали конструкторы Иван Дубнов, Борис Малинин, Вадим Бурлаков и Юрий Бенуа. А у истоков отечественного кораблестроения стоял Алексей Крылов. Более века назад по инициативе Алексея Крылова был построен ободовый бассейн, аналогов которому до сих пор нет во всем мире. В нём проходили испытания абсолютно все корабли, созданные как в Советском Союзе, так и в современной России. Этот бассейн функционирует до сих пор и является объектом национальной значимости. Под руководством Крылова были построены самые первые русские левковые дредноуты класса «Севасток». Они стояли на защите нашей Родины более 40 лет. А их орудия, поражавшие противника на расстоянии до 30 километров, вы и сегодня можете увидеть на территории нашего музея. За каждым изобретением конструкторов планеты стоят непохожие друг на друга истории создания. Но у всех них один результат — мирное время, в котором мы с вами живём. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поёт. Пусть он землю бережёт родную, а любовь Катюша сбережёт. Пусть он землю бережёт, а любовь Катюша сбережёт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пора спать дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём. Над милым порогом, кашлем серебряным тебе тревом. Парни бравые, 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 Но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые, Мы перед вылетом ещё их поцелуем горячо И трижды плюнем через левое плечо. Пора спать дорогу, в дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём. Над милым порогом, кашлем с ебряным тебе крылом. Пускай судьба забросит нас далёко, пускай! К сердцу только никого не допускай. Сметить буду строго, мне сверху видно всё, ты так и знай. Музыка Через горы, реки и долины Субтитры создавал DimaTorzok Пусть для нас к Берлину, между прочим, Будут друзьями, дороги и нескоро. Жили мы дни и ночи, мы трудно очень, Но баранку не бросал шофер. Эх, путь дорожка, фронтовая, Не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам Эта песня малость невдалек. Мы ж не позабудем, Где мы жить не будем Фронтовых съезженных дорог. Эх, путь дорожка, фронтовая, Не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. Субтитры делал DimaTorzok Мы друзья, перелетные птицы, Только быть наш одним нехорош. На земле не успели жениться, А на небе жены не найдешь. Потому, потому что мы пилоты, Небо наш, небо наш родиный дом, Белым делом, белым делом самолеты, Ну а девушки? А девушки потом. Белым делом, белым делом самолеты, Ну а девушки? А девушки потом. В нежный образ мечтах ты голубишь Хочешь сердце навеки отдать Нынче встретишь, увидишь, полюбишь А на завтра приказ улетать Потому, потому что мы пилоты Небо наш, небо наш, родимый дом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом Чтоб с тоскою в пути не встречаться Вспоминая про ласковый взгляд Мы решили, друзья, не влюбляться Даже самых красивых девчат Потому, потому что мы пилоты Небо наш, небо наш, родимый дом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом Потому, потому что мы пилоты Небо наш, небо наш родимый дом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом Первым делом, первым делом самолеты Ну а девушки? А девушки потом Как-то летом на рассвете заглянул соседний сад Там смоклянка, молдаванка, собирает виноград Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать Станем над рекою зорьки летние встречать Раскудрявый клён, зелёный лист резной Я влюблённый и смущённый пред тобой Клён зелёный, да клён кудрявый Да раскудрявый резной Раскудрявый клён, зелёный лист резной Я влюблённый и смущённый пред тобой Клён зелёный, да клён кудрявый Да раскудрявый резной А смуглянка, молдаванка, отвечала по-люблак Партизанский, молдаванский, собираем мы, аня Нынче рано партизаны, дом покинули родной Ждёт тебя дорога к партизанам в лес пустой Раскудрявый клён, зелёный лист резной Здесь у клёна мы расстанемся с тобой Клён зелёный, да клён кудрявый Да раскудрявый резной Раскудрявый клён, зелёный лист резной Здесь у клёна мы расстанемся с тобой Клён зелёный, да клён кудрявый Да раскудрявый резной А смуглянка, молдаванка, по-люблакам в лес ушла В том обиду я удивил, что с тобой не позвала О скуглянке-молдаванке часто думал по ночам Круг свою скуглянку я в отряде повстречал Раскудрявый клён зелёный, лист резной Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной Клён зелёный, да клён кудрявый Да раскудрявый, листной Раскудрявый клён зелёный, лист резной Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной Клён зелёный, да клён кудрявый Да раскудрявый, листной Красный обозначает красивый А здесь красные фонтаны, красные колонны Это некрасивый, это символ Красной Армии Символ Советского Союза И мы должны быть благодарны, что закончилась эта война И подарили нам мирную жизнь И фестиваль Круг Света тому подтверждение Мне этот фестиваль Круг Света в 2018 году очень понравился Вспоминаем реакцию на фестиваль 2017 года Здесь просто вот улыбка И я бы так поставил Так скажем, 5 баллов Это был фестиваль Круг Света На фасаде Музея Великой Отечественной Войны 1945-45 годов на Поклонной горе С вами был я, Сензей Подписывайтесь на канал И не забывайте нажимать на колокольчик Ставьте лайк и комментируйте Спасибо, что смотрели Пока Субтитры сделал DimaTorzok